Всем привет ребят, с вами как всегда Заза и на время моего отсутствия я подготовил вам небольшую серию роликов о багах и гличах при помощи дюпа. И первым нашим роликом будет такая тема как Дюбс Бамс Гринс. Я постараюсь по ходу этого ролика рассказать зачем он нужен, ну а пока давайте приступим к, так сказать, его созданию, то есть как этот дюб делается. Вначале нам нужно сделать обыкновеннейший дюб, в принципе я уже на канале делал несколько роликов, то есть и со сложным методом, где нужно зажимать клавишу, и вот с простым, где вам придется 2 минуты подождать, но зато он работает 100%, но на всякий случай, если вдруг кто не видел, объясню простой. Вы подъезжаете на любой машине, то есть на которой есть под миссия, то есть такси, полицейская, там, ФБРская, пожарка и так далее. Встаете так, чтобы при выходе вы поймали рэмпэйдж и просто стоите ждете момент пока таймер уйдет в ноль. То есть делается это как-то так. Однако вот для дюбс Бамс Гринс я вам тоже покажу 2 способа. И для первого нам понадобится именно полицейская машина, для второго понадобится пожарная. Ну и объясню в чем разница. Вот. В общем пока мы ждем таймер, давайте немножко поговорим. 2 способа дюбс Бамс Гринс. Первый, с полицейской машиной он более долгий, но чем он хорош? Он хорош тем, что вы используете только полицейскую машину. И таким образом вы сможете сохранить какую-нибудь свою машину в памяти игры, если вам вдруг нужно ее оставить где-то снаружи гаража. То есть вы в гараж просто поставить ее уже не можете из-за того, что он переполнен. То есть вы просто отводите вначале машину к подмиссии Бамс Гринс, а я покажу вам где она находится чуть позже. И делаете вот этот дюб. В принципе второй способ, который использует пожарку, также прекрасно может сработать, если вы будете использовать одну и ту же пожарочку все время. Но лично у меня иногда возникают проблемы с дюбом при помощи пожарки. Там из-за того, что дверь находится чуть выше, чем у обычных машин, анимация идет немножко дольше и у меня иногда дюб не проходит. То есть вот такой вот способ, который я сейчас показываю, с пожарными машинами иногда не срабатывает. Но иногда и работает. Поэтому в принципе второй способ, он будет быстрее, если у вас будет получаться, так сказать, первая стадия обычного дюба. Ладно, давайте немножечко ускорим эмулятор, а то мы тут стоим и разговариваем, ни о чем по сути дельного на экране не происходит. Когда у вас будет на экране одна секунда, если у вас есть передняя дверь, которую вы открываете, то садитесь в машину и сразу же активируйте ВИДЖАЛЕНТА. Если же у вас не было двери, которую вы садите, или дверь была открыта изначально, то садиться нужно на нулевой. Это как бы обязательно, иначе если вы сядете поздно или рано, вы не успеете активировать в нужный момент ВИДЖАЛЕНТА. Дальше вы просто едете вот по этому маршруту примерно, ничего не отменяете, то есть у вас должна идти подмиссия полицейского. Подъезжаете примерно вот сюда. И теперь уже надо ждать, пока на таймере будет определенное время. Я его, естественно, тоже расскажу. Вот здесь вот эта подмиссия находится. То есть где-то здесь вы можете оставлять свою машину, которую вы хотите сохранить в память, а дальше уже бежать за полицейской. Мы сейчас видим справа таймер, который относится к рэмпейджу. Вот минут 20, 19, 18. Нам нужно, чтобы на нем было примерно 55 секунд, и можно будет выходить из машины. В принципе, это можно сделать и намного позже, то есть там на 30 секунде, на 10 секунде, но тогда вы будете еще дольше ждать. Теперь у вас появляется еще и таймер внизу, и нам нужно, чтобы рэмпейдж закончился. То есть, как видите, таймер внизу у нас чуть больше и дольше длится, чем таймер на рэмпейже, потому что мы специально вышли, когда время было меньше минуты. В общем-то, давайте опять ускорим, подождем, пока таймер рэмпейджа дойдет до нуля. И все, что нам требуется далее, это сесть на байк, пока не истек таймер внизу. То есть, 4, 3, 2, 1, сейчас будет, да, 0. Садимся, 5 секунд на таймере, ждем, пока он закончится. И мы сейчас увидим вот такую вот картину. С этого момента единственная кнопка, которую вы можете нажимать, собственно говоря, без проблем, это квадрат. То есть, все, у вас есть дюбс, бампс и гринс, вот, характерная черта, это вот эта менюшка. Очень много народу на моих стримах, когда я делал свой сейф и некоторый транспорт уникальный добывал или конвертировал, спрашивали, что это за менюшка ЗАЗа. Ну, вот, собственно говоря, это дюбс, бампс и гринс. И опять же, чуть позже расскажу, для чего он нужен. Но пока давайте поговорим о том, как использовать кнопки, которые запрещены. Если вы играете на PSP, то нажатие крестика гарантирует то, что вы запустите трек. Нажатие кружочка и треугольника гарантирует вам то, что вы отмените эту менюшку. На PlayStation 2 все то же самое, только кружок не отменяет. То есть, кружок нажимать будет можно пользователям PlayStation 2. Нам же, если вы хотите что-то нажать, нужно сделать следующее. Ну и на PlayStation 2, соответственно, для оставшихся кнопок также. Вы зажимаете кнопку, ну, так сказать, камеры и целитесь либо влево, либо вправо. Это удобнее всего. То есть, так вы можете на PSP ехать вперед, вот по прямой линии, достаточно быстро. То есть, как вы видите. Все остальные кнопки также можно теперь нажимать. Но, а в целом, условием нажатия вот этих кнопок, это является зажатие джойстика влево или вправо. То есть, я могу зажать его вправо и поехать вот так вот. Ну, согласитесь, петлять очень неудобно. Главное нажимать крестик только в тот момент, пока у вас зажат джойстик. Отпускаете крестик, потом уже отпускаете джойстик. Лично мне поначалу это было достаточно сложно привыкнуть, но теперь я уже никогда с этим не фейлюсь. Ну и остальные клавиши нажимаются так же. То есть, мы зажали, постреляли, зажали, слезли. Вот, характерным, так сказать, признаком того, что вы можете нажимать на клавиши, это является то, что у вас пропадает внизу время на треках. То есть, вы видите, сейчас оно есть, я зажимаю, оно пропадает. Сейчас я могу нажимать на клавишу, могу уже отпустить, потому что мне достаточно одного нажатия, чтобы вернуться на байк. Ну, в принципе говоря, и все. Вот такой вот способ езды, говорят, на PlayStation 2, кстати, не работает. Но вот такой вот работает 100%. Ну, то есть, когда вы петляете такими зигзагами. Да, не очень удобно, да, к сожалению, я бы сказал, совсем не круто. В принципе, первый способ я вам показал. Давайте пока что поговорим, а для чего этот дюб нужен с Bumps & Greens. Ну, основной его заслугой, на мой взгляд, является то, что вы можете отменять катсцены. В смысле отменять, вы спросите, немножко неправильно выразится, вы их сможете останавливать. Или же выходить из них, как угодно звать. То есть, как это будет выглядеть. Я думаю, мы можем даже съездить на какую-нибудь миссию, я вам все покажу наглядно. Смотрите, когда мы будем на катсцене, на любой, абсолютно любой, вы нажимаете на кружок или на треугольник, в общем, на кнопки, которые отменяют меню, и тогда у вас вновь появляется контроль на тоне прямо во время катсцены. Это позволяет добыть некоторые уникальные транспорты, и вы можете найти подобные методы у меня на канале. Плюс ко всему, вы можете во время катсцены активировать какой-нибудь трек. Это, или во время миссии, это во многих случаях, так сказать, убивает миссию, и она перестает нормально работать. Ну, сейчас давайте я покажу вам, что происходит, когда я говорю про отмену катсцен. Ну, например, вот я пропущу вот эту, зажав, естественно, джойстик, вот он, нажав на крестик, и дождусь GD, и пока GD. Не всегда камера меняет свое положение, но вот в этой миссии так это происходит. Вы сейчас можете кидать гранаты, стрелять и так далее. Вот, я думаю, видно, что я выкинул ее. В принципе, пока вы не нажмете крестика, или пока катсцена не закончится, ничего, собственно говоря, не произойдет. Можете страдать фигней, ну, как я говорил, в некоторых случаях добывать транспорт, ну, или делать конвертацию. Как-то, собственно говоря, так. Плюс ко всему, как вы можете заметить, сейчас мы находимся на стадии дюб, потому что у нас вновь доступен маркер миссии, и доступен маркер, который есть по миссии открывать, то есть вот этот вот. То есть, по сути, этот способ еще также позволяет вам держать дюб и делать его в любой момент. То есть, когда у вас будет эта менюшка, и когда вам нужно будет перейти в состояние, чтобы у вас появились миссии доступны обратно, соответственно, просто отменяете менюшку, и у вас это происходит. То есть, если с обычным дюбом вы в основном страдаете, ждете, пока репейш закончится, и дальше все возвращается в нормальное состояние, если вы не успели ничего активировать, то вот с таким вот дюбом вы можете буквально сколько угодно ждать, и у вас, соответственно, ничего не пропадет, и не придется вам париться, что вы можете не успеть. С другой стороны, если у вас открыты все треки, как вы могли видеть, это у меня, то, к сожалению... Давайте пока перезагрузим, покажу вам второй способ. То, к сожалению, придется вам ехать на квадратик, либо вот с такими зажатиями влево или вправо. Да, то есть, если у вас есть закрытые треки, которые вот будут, знаете, как они закрыты вот в этом Bumps & Greens, то есть, когда вы заходите на подмиссию, активируете там вот этот вот дюб, вы увидите то, что вместо времени у вас может быть написано красными буквами LOCKED. Это означает то, что они закрыты, и вот на таких треках вы можете спокойно нажимать на крестик, прям вот сколько угодно раз можете нажать, и ничего, собственно говоря, плохого не произойдет. И вы сможете ехать вперед буквально очень удобно. Ну, единственное, что как только вы нажмете на крестик на открытом треке, то вы зафейлитесь. Продойдет примерно следующее. Если вы находитесь в транспорте, вас телепортируют на эту гонку в той машине, в которой вы находитесь. Ну, и, соответственно, в таком случае вам не повезет, и вам придется все делать заново, потому что вы зафейлились. Сейчас попробую сделать сложным методом дюб, но, скорее всего, не получится, и мы просто привезем машину и повторим это все дело простым. Ну-ка, да, я, по-моему, слишком рано активирую фаерфайтера. Ну, можно попробовать еще раз, пока мы не совсем зафейлились. В принципе, вот этот вот способ, он просто сохраняет вам 2 минуты. Это обычный дюб, напоминаю. Самый первый метод, который появился, но в то же время он самый быстрый. Смотрите-ка, у меня получилось. Ничего себе. Ну вот, видимо, немножко натренировался. Буду использовать этот метод на спидране. Вот таким вот так же образом можно получить первое состояние. И вот второй способ с пожарочкой я вам сейчас расскажу. То есть здесь уже не придется так много ждать, опять же. Вот эти два способа нашли два человека, по сути. Его нашли Ван Хэлла и NoSkillX. Их канал есть, ребят, как всегда, в описании, поэтому зайдите, подпишитесь и скажите им спасибо. Ну, а как делается, так сказать, дюб с пампс и гринс вторым методом? Методом пожарки. Здесь вам нужно... Так, ну, зря я, наверное, байк сбил. Давайте, о, пока у нас есть возможность, вернем на место. Да, можно, в принципе, это сделать спокойно. У нас, да, запустится под миссию, это не важно. Мы можем с нее спокойно выйти пока что. Потому что, чтобы провести дюб, нужно сделать следующее. Смотрите, вы ждете, пока таймер дойдет практически до нуля. Ну, просто чем на таймере будет меньше времени, тем меньше времени вам придется зажимать под миссию пожарника. Что я подразумеваю этой фразой? Когда вы нажимаете, ну, активируете под миссию пожарника, то есть, вот я сейчас могу это сделать, у вас вот эту вот клавишу можно на самом деле не нажать, как я сделал это для запуска, а зажать. То есть, это будет выглядеть так. Видите, у меня окошко не пропадает. Вот я сейчас все это время держу под миссию пожарника. Как только вы отпустите, она запустится. Прикол в чем? Вот только на пожарной машине, если вы вот так вот зажмете, давайте немножко таймер сброшу пониже, вот, зажимаю, выйдите из пожарной машины все это время держа кнопочку, сядете на байк, активируете, да, бамс и гринс, подождите пока таймер рэмпейджа дойдет до нуля, сейчас он напишет, что миссия провалена, и вот только сейчас отпустите, у вас запускается пожарка. То есть, пока вы держите, и как только вы отпускаете, у вас запускается в любой точке карты пожарка, но так как вы находитесь не в машине пожарной, она у вас сразу же и проваливается. И вот, собственно говоря, у вас второй раз получился второй способ активировать дюбс, бамс и гринс. И вот видите, где написано Best Course Time? Вот там вот, если у вас закрытый трек, будет написано красными буквами Locked, и тогда вы можете нажимать на крестик абсолютно спокойно. Но у меня все треки пройдены, поэтому, к сожалению, я вам этого продемонстрировать не могу. В чем, собственно говоря, различие, почему треки пройдены, ведь это, наоборот, типа хуже, вам тяжелее же будет ездить, перемещаться, но, скажем так, это создано для тех, сделано для тех, кто заботится о статистике. Потому что каждый раз, когда вы активируете бамс и гринс, вам в статистику добавляется плюс одна попытка миссии. И если вы не паритесь о статистике, то можете не проходить эти треки, оставить их для всех там конвертаций, уникальных машин, которые добываются при помощи данного дюба, а их, поверьте, немало. Ну и, собственно говоря, потом уже все это пройти до конца. Но, если вы заботитесь о статистике, вам будет немножко сложнее добывать все машины, однако все способы добычи машин, все способы конвертации возможны и с абсолютно всеми открытыми 10 треками. Как-то так. То есть, очень полезная на самом деле штука, как бы и не казалось, что, по сути, ничего интересного, да? Вы можете при помощи этой штуки буквально ломать миссии, очень много различных миссий по-разному ломать и получать какие-то интересные результаты. Можете поэкспериментировать, если вам хочется. Сразу предупреждаю, можете привести игру к зависанию, поэтому заранее сохранитесь, прежде чем это делать. Также, как я и говорил, если вы собираете уникальный транспорт, вы можете при помощи от этого дюба открыть некоторые машины и некоторые крутые конвертации. Например, конвертация с тяжелой физикой требует этот дюб. Конвертация... Какая у нас конвертация еще требует этот дюб? А, конвертация в неуничтожимую машину требует этот дюб. Из машин, которые требуют дюб с Бампс и Гринс, я могу вам вспомнить сходу неуничтожимую баньши с тяжелой физикой. Вот как-то так. То есть, очень клевая, так сказать, возможность открываться при помощи этого дюба. И еще одна клевая возможность, открывающаяся при помощи этого дюба, это утроение миссии. То есть, как вы понимаете, при обычном дюбе вы можете активировать одну и ту же миссию дважды. Этот дюб позволяет вам сделать это трижды. Сейчас я вам постараюсь это показать, если я смогу отнять себе какую-нибудь таксишку. Как это делается? Ну, в принципе, я думаю, несложно догадаться, что вам всего лишь нужно активировать рэмпейдж. Ну, в общем, сделать дюб еще раз при помощи того же рэмпейдж. И во время миссии, собственно говоря, успеть активировать его... Ну, во время покончения таймера успеть активировать миссию. Потом таймер заканчивается, вы вновь можете активировать миссию. И потом вы сбрасываете менюшку, и вы в третий раз можете активировать миссию. Ну, на всякий случай, я вам это покажу, чтобы ролик не был таким коротким, хотя он уже вроде как выдался немаленьким. Собственно говоря, заезжаем обратно. Вот этот рэмпейдж лучше всего сохраните. Он самый удобный, потому что он находится ближе всего к Bums & Greens. И, соответственно, вам будет удобнее всего делать дюб с Bums & Greens при помощи этого рэмпейджа. В этот раз мы не будем ждать все эти две минуты, мы сразу же включим ускорение. Напоминаю, что когда вы вылезаете из машины, когда вы еще что-нибудь делаете, обязательно зажимайте джойтик влево или вправо. Поначалу, когда я был непривыкший к этому дюбу, когда он только появился, когда вы только открыли, я очень много раз на этом фейлился. То есть нажимал в те моменты, когда не надо. И поначалу даже казалось это достаточно сложным. Но потом я понял, что нужно вначале зажать, буквально можете зажать на целую секунду, например, и только после этого нажимать на кнопку, которая вам нужна. Например, я делал вот так, только сейчас нажимаю. Ну, теперь активирую под миссию, например, таксиста. И могу спокойненько отключить под миссию таксиста и какую-нибудь миссию дюбнуть трижды. Для чего это нужно? Ну, дюб трижды дает вам за прохождение миссий, если они, конечно, могут быть запущены трижды, потому что некоторые миссии трижды не запускаются. Например, вот ту миссию, на которую мы едем сейчас, Evolve Salvation, она должна трижды запускаться. Вы можете ее пройти три раза и получить за нее тройную награду в виде денег и тройную награду в виде процента в вашу статистику. Как-то так. Так, не надо по мне стрелять, чуваки. Мне, в принципе, пофигу, но главное не умереть сейчас на ролике. Поэтому сейчас уедем от них по-быстренькому. Вот как-то так это все выглядит. Да, езда очень неудобная вперед, если у вас открыты все треки, но, в принципе, это терпимо. Очень даже терпимо. То есть, смотрите, как эта штука выглядит. Мы выходим, не забываем про джойстик обязательно. Активируем миссию. Пропускаем катсцены, опять зажав джойстик. Ну, в этот раз мы их не будем смотреть, просто зачем. Дальше. Ждем, пока истечет таймер для рэмпейджа. Допустим, да. Ждем это все дело. Ну, мы сейчас воспользуемся, конечно же, ускорением на эмуляторе. И потом, после этого, конечно же, запускаем миссию еще раз. Вот я еще одну вспомнил машину, которая требует дюб с бампс и гринс, по-моему, если я не ошибаюсь. Вам, да, вам нужно будет делать этот дюб для неуничтожимого, уникально окрашенного черного маверика. Вот мы активировали миссию второй раз. И, собственно говоря, сейчас мы можем активировать ее третий раз, тупо на кружок или на треугольник отменив под миссию и активировав ее в третий раз. Активировать различные миссии не советую. Это в большинстве случаев вызывает вылеты веры. Ну, а мы активировали одну и ту же трижды. Давайте посмотрим, что там произошло. В принципе, вряд ли нас получится сейчас пройти трижды, потому что нужно было, знаете, как делать. Активируете миссию, едете к маркеру, который там открылся, потом возвращаетесь обратно, активируете миссию еще раз, еще раз к маркеру и так далее и тому подобное. Ну, вот как прекрасный пример того, что у нас миссия трижды активирована, потому что здесь должно быть две машины, а не шесть. Ну, теперь активируем, не знаю. Тут, по идее, стоит шесть чуваков, если я не ошибаюсь. Ну, чтобы их увидеть, наверное, стоит... Ну, да, вот подойти, это что за гибрид такой. Вот, три чувака и... Давайте, и вы выпадаете. Ну, уже. Вот и вы, три чувака. То есть, довольно забавно. Давайте ускоримся немножко, посмотрим, что там по целям. Получим ли мы тройную награду или тройной процент. Ну, сейчас узнаем. Что-то они там катаются каким-то непонятным маршрутом. Давайте сами за ними съездим. То есть, если запускать несколько миссий сразу, это, как вы понимаете, может... О, их тупо телепортировало. Нормально. Может, еще и немножечко игру вам поломать. В том плане, что... Ну, чуваки, которые должны действовать каким-то определенным образом, могут действовать не так. При этом, видите, стрелочки над трупами остаются. То есть, куча различных событий происходит. Таких, которых происходить не должно. То есть, эти типы, я так понимаю, сейчас тоже тупо скоро телепортнутся. Потому что они где-то там застряли. Где они застряли? Почему они застряли? Ну, вот они и телепортировались. Фум. То есть, я ничего не делал, ребята. Тут никакой там не монтаж. Тут просто вот типы... Почему-то миссия так вот криво начинает работать. Ну, и давайте дождемся еще две волны. Посмотрим, что будет. Самому уже интересно. Ну, а так, в принципе... Ничего, так сказать, нового. В основном, как бы... О, нифига! В основном, я говорю, этот дюк используется для добычи уникальных машин и для различных конвертаций уникальных. Трак-бомб. Один или три? Ну, скорее всего, всего лишь один. Поэтому посмотрим, что он там заспаунился. Куда он там едет? Телепортируется ли он? Давайте пробежимся, потому что он вроде как рядом находится. Он там где-то застрял, по идее, да? Ну да, вот он. Стоит на месте. То есть, если мы его сейчас уничтожим... Мы должны будем пройти миссию. Но, видимо, это был не тот трак-бомб, потому что миссия не пройдена. Давайте поищем еще трак-бомбы. Где они тут еще спавнятся? Вот там спавнится. Вон еще, да, один лежит. Где-то еще должен быть третий, наверное. Может быть, там два? Нет, там вроде как один. Ну, давайте его уничтожим по приколу. Это тоже нам не дало прохождение. Ну, третий может быть где-то здесь, например. Нет, не тут. Ну, в общем, где-то у него должно быть место спауна. Надо побегать, поискать. А, во, его телепортировал. Ну, нам сказали, что миссия все равно пройдена. Не знаю. А эта миссия провалена. Ну, какая разница, мы все равно получили пройденную миссию. В общем, может и различных вещей сотворить с этой штукой. Как вы понимаете, всего, наверное, не показать на одном ролике. Открывает огромное пространство для экспериментов. Самое веселое, наверное, это когда тестируют. И иногда получалось телепортироваться на трек. Как я и говорил, если вы находитесь в каком-то транспорте, то вас телепортируют обратно на трек при активации курса этого. В каком-нибудь вагоне метро. Там бывало, что без вылета телепортировал целый вагон метро. В общем, достаточно забавно все это выглядит. Но показать вам сегодня это, пожалуй, не буду. Не буду показывать. Вот так вот. В общем-то, сегодня, я думаю, все, ребят. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Ждите, пока я вернусь. Ну, а с вами был, как и всегда, Заза. Поэтому всем, ребят, удачи и всем пока.